Вы попросите, пожалуйста, можно что-то заделать. Получилось, не раз, что получалось. Конечно, счастье, это не тренотило, но в принципе, от того, что это получается, да, с технологией работы, я бы не считала. А что мне, да, только мне говорят о том, что мысли материальны, что можно там просто все это реализовать? Здесь все материально. В любом случае, мы должны работать, чтобы что-то получить. Или вы идете на завод, работаете, получаете деньги, или вы работаете над мыслью, и это получаете. Все равно нужна работа. Причем никто не говорил, что над мыслью нужно меньше работать, чем на заводе. Абсолютно никто. То есть никак невозможно получить какую-то материальную вещь меньшими усилиями. Нет. Абсолютно усилия будут не меньше. То есть можете сколько угодно визуализировать перед собой миллион долларов, но усилие на эту визуализацию вас уделят ровно столько же, чем вы их заработаете нормально. Но через труд, реальный физический труд, вы получите необходимое качество характера. Через визуализацию вы получите гордость, иногда сумасшествие, иногда не получите ничего и просто потеряете время. Поэтому веды рекомендуют все-таки держать в сознании перед собой цель, помнить, что она есть, но действовать реальным трудом. Вот это будет план, это и есть настоящая материализация. План. Когда мы с помощью своего разума можем построить такой план, который осуществляется, это и есть настоящая визуализация. Берем бумажку и визуализируем план. Какая проблема? Идем, мы его исполняем. Вот визуализация. Но когда мы пытаемся визуализировать что-то без плана, это детский шерст. Ну вот просто возьмите план, пойдите заработаете миллион долларов, высокая проблема. Подождите. С вопросиком. У нас не дискуссия. Я отвечаю на вопрос. Стоп. Это мы сейчас с вами договорим, потом с вами поговорим. Там действительно нужна работа само собой, но в том, что любую цель поставленную можно достичь, соблюдают определенные правила. Работа там тоже очень много, здесь ничего там не упадет, но очень многие люди работают, но не достигают все эти цели. Да, смотрите, мы сейчас проведем простой пример по сравнению визуализации и реальных физических усилий. Теперь визуализируйте мне спичный коробок на этом столе, все вместе. Сколько нужно времени на это? Начинайте. Я пока подожду, похожу на улицу. Сколько нужно времени на это? Скажите. Неделя, две, месяц. Сколько? Скажите мне. Примерно. Ну хотя бы этой лекции хватит? Нет, смотрите, 30 здоровых мужиков и баб сидят. Извините за выражение. Визуализируйте за всех сил. Простой спичечный коробок не появляется. Почему? Потому что нужно просто взять 3 копейки, пойти и купить за 5 минут. Понимаете? Разница. Поэтому мы можем сколько угодно играть с тонкими энергиями, но жизнь проста. Нужно пойти и сделать что-то. Поставить реальный план, посылаем самого быстрого в средний киос, он приносит коробок спичек. Простой рабочий действенный план. Так вот, когда человек не способен на разум, он начинает придумывать уловку визуализации. Понимаете? То есть разум – это умение быстро осуществлять легкий поставленный план. Может быть я кого-то этим обижу. Может я кого-то этим задену. Но наша задача раскрыть некоторые механизмы деятельности. Поэтому в основном что такое визуализация? Когда мы чувствуем, а мы чувствуем, что что-то в моей жизни должно произойти, и мы способны это визуализировать. Оно просто уже подходит, на подходе. Вот тогда оно решится, да, действительно, и без нашей визуализации. Можете просто подождать, и оно само подойдет. Без вас. Поэтому веды утверждают, хорошее и плохое приходят к нам без нашего желания. К сожалению, без нашей визуализации. Как бы мы не хотели отодвинуть старости, смерти и болезни, они придут. Понимаете? Как бы мы не хотели отодвинуть хорошее, все равно придет. Все равно придет, на голову прямо упадет. Когда мы пытаемся визуализировать, вот именно с этим подходом, что совершить невероятное, именно в этом есть очень хитрый момент, мы немножечко играем с тонкой энергией, которая, к сожалению, приводит к некоторому ощущению собственной силы. Вот это ощущение собственной силы очень опасно. Чему оно противоречит, это ощущение собственной силы? Тому первому стиху, который мы изучали на этом семинаре. Кто помнит, как он звучит? В этом мире нет ничего нашего. Помните? Нам ничего не принадлежит. Поэтому мы все должны воспринимать, как то, что выделено нам во временное пользование, то, что выделено нам для охраны, то, что выделено нам для развития, то, что мы можем защищать, охранять, то, чему мы можем помогать, но никак не считая это своим. Поэтому появляется некоторая ловушка того, что я этого достиг, я это получил. Вот если этого нет, да, Боже мой, никакой проблемы. Но ловушка в том, что у человека появляется вот это понимание «я». Я визуализировал, я получил, я могу. В результате можно превратиться в современного такого сердоиндийского фокусника, на котором в Индии на каждом углу они визуализируют порошки всевозможные, камни, там, зеркала, что хотите. Она визуализирует вам всего, чего хотите, полный стол. Но потом вы найдете на всем этом отметенную метку из соседнего и соседней мастерской. Климу. Понимаете? То есть на каждом углу сидят такие визуализаторы. В общем-то наша задача визуализировать благо. Попробуйте визуализировать благо. Почему бы всем визуализаторам не собраться вместе и не остановить какую-нибудь войну простую? Например, в Израиле. Понимаете? Если это действительно работает, я всегда в этом говорю, ну соберитесь вместе, достановите войну, пусть остановятся эти войны. Мы можем мелочи, мы сейчас даже коробок не можем визуализировать. Не можем. Мы можем визуализировать только то, что к нам и так должно прийти. Оно должно и так прийти, без нашей воли. На самом деле мы ничего не можем. На самом деле мы не можем даже контролировать свое моргание. Кто-то может? Моргание проконтролировать. Перестаньте моргать, все. Во время этой лекции мы больше не моргаем. Мы больше не моргаем во время этой лекции. Мы больше не меняем позу, во которой мы сидим во время этой лекции. Мы не можем контролировать, можем контролировать рост своих волос или еще чего-то. Поэтому ведах утверждается, прежде чем приступать к визуализации чего-то, это называется мистическое совершенство, Нужно научиться контролировать свои желания, свои чувства, свои позывы. Если мы не можем контролировать свои позывы, если мы не можем даже остановить свое дыхание на пару минут, если мы не можем остановить свой гнев, просто гнев. Просто прийти домой и не ругаться. Месяц. Месяц. Можете не ругаться? Вот месяц не выходить из себя. Месяце просто взять и остановить хоть какое-нибудь свое негативное качество. Мы не можем это. Мы не можем контролировать даже свои дурные привычки. Они явно дурны, от них явно плохо. Но мы даже не контролируем их. Пока мы не можем даже контролировать положение своего позвоночника, что самое важное для нашей жизни. О чем может быть еще эти речи? Поэтому, к сожалению, происходит просто смещение акцента. А в ведической психологии это называется игры. 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 Если мы действительно, ну что-то можем, то давайте сделаем что-то полезное. Что мы можем сделать полезным? Это менять сознание другого человека. Попробуйте изменить сознание другого человека с помощью визуализации. Нет. Карабок список можете получить, ладно. Время какое-то пройдет. И то позовите мне любого визуализатора, пусть он мне тут карабок список произведет. Позовите. Мы с радостью на это посмотрим. Прямо сейчас. Не будет такого. Потому что мы можем получить только то, что и так должно к нам прийти. Но по заказу не получится. Потому что мы, есть две вещи, но которые должен понять человек, вставая на путь духовного развития. Я их напомню. В любой духовной традиции, в любой философии, в любое более-менее серьезном направлении развития. Первое, что мы должны понять, что этот мир создан не нами. Не мы конструкторы, поэтому мы не должны вмешиваться в эти энергии так просто. Это не наша энергия. Но это не нужно лезть в щиток, если вы ничего не понимаете. Дома кто-то сам лезет в щиток, если вы не электрик. Может и попробовать. Может очень весело получиться. Это первое, что мы должны понять, что не он творец этого мира. А, соответственно, не должен вмешиваться в эти процессы. А второе, что должен понять человек, то, что он зависит. Он зависит. Факт. И мы получаем только то, что мы раньше отдали. Мы не можем получить что-то извне. Не можем. Можем получить только то, что мы раньше отдали. Поэтому мы не можем ничего визуализировать. Я вот сейчас научу настоящую визуализацию. Простите меня, все визуализаторы вместо взятые. Настоящая визуализация – это отдавать. Вот если вы что-то отдали, вы это обязательно через некоторое время получите. Очень просто. Поэтому вы можете встретить также у любого философа эту идею, что «наше» – это то, что мы отдали. По-настоящему «наше» – это то, что мы отдали. Поэтому все традиции сводятся к чему? К благотворительности. Что такое благотворительность? Это умение по-настоящему вложить средства в будущее. В будущее. И потом мы просто знаем, что на нашем счету лежит сколько-то. И мы визуализируем свой счет, приходим в банк и вы получаем. Не более того. Но мы не можем что-то получить сверх меры. Здесь все очень точно рассчитано. Если мы думаем, что мы что-то получаем сверх меры, не положенные, значит там дураки сидят. Там не сидят дураки. Явно не дураки. Факт. Все очень точно. По миллиметру все взвешено. По миллиметру. Поэтому все очень хорошо. Факт. Визуализация – это форма медитации. Но в медитации нужно разобраться, на что медитировать. Поэтому мы об этом будем говорить. Я просто скажу. Медитация на материальные объекты. Негативная медитация называется. Медитация должна быть на духовные объекты. Пока мы медитируем на материальные объекты, мы ничего не изменим. Абсолютно ничего. В нашей жизни ничего не произойдет. Потому что здесь в действительности мы ничего не можем получить. Оно все не наше. Если наше удержите, попробуйте удержать хоть что-нибудь. Ничего удержать не получается. Мы не можем удержать. Даже дети, собственно, уходят. Все не получается. Поэтому оно не наше. Мы можем просто взять джемы. Не более того. И за это рассчитываться. Не более того. Это немножко похоже на вот этот, знаете, какой-нибудь, когда мы берем деньги у банка. И нам кажется наше. Какое оно наше? Придется отдавать и с большими процентами. Понимаете? Поэтому даже если мы что-то получили таким методом, ну да, получили. А то есть он не наше. Придется отдавать и с большими процентами. Потому что мы получили, не работая реально. Придется потом побольше поработать. Поэтому мы говорили, что как только мы получаем что-то сверх меры, оно обязательно берется из нашей старости. А значит наша старость будет бедная. Все визуализаторы будут старости бедными. Бедными, без денег. Без квартиры, без ничего. Они разорятся за одну секунду. Однажды. Когда счет придет. Знаете, можно жить целый месяц, очень весело. Но в один прекрасный день в ваш почтовый ящик попадают квитанции. И там, сколько я за телефон наговорил. Сколько я света нажег. Сколько то. Счет приходит, счет. Поэтому молодость это время, за которое нужно не наслаждать долгов. Молодость это время, за которое нужно вложить все в свою старость. Поэтому если мы в молодости отдаем, то в старости мы что-то получаем. Если мы в молодости стараемся все получить, то в старости что приходится? Отдавать. Закон называется сохранение энергии. Или причины следствия. Мы на прошлой лекции, я про него рассказывал. Очень хорошо. Кто был. Так или иначе вы его все знаете. Это абсолютно научный закон. Он не имеет никакого отношения к духовности. Никакого отношения к эзотерике. Никакого отношения к мистике. Это абсолютно научный закон. Карма абсолютно научный закон. Абсолютно научный закон. Сохранение энергии. Все, что мы потратим, оно к нам вернется. Никак иначе. Поэтому, пользуясь этим законом, мы должны быть очень аккуратны. Если мы что-то получим, ровно столько придется отдать. Поэтому можно радоваться сколько угодно Что мы каким-то методом что-то получили Отдавать придется Отдавать придется А причем сполна и причем в то время Когда это будет нам не очень удобно Поэтому веды рекомендуют жить по средствам Что это значит Вот есть эта сумма, на нее живешь Радостно и спокойно Поэтому можно визуализировать Настолько дней, сколько у нас кошельки Визуализируйте вот сегодня вечером Если у вас есть, на булку хлеба сидите Визуализируйте, вы обязательно купите И будет очень вкусная, хорошая булка Никакой проблем Но к сожалению, если мы просто Строим материальные планы Вот словом визуализация скрывается Что? Скрытая зависть Мы у кого-то что-то увидели И хотим такое уже Но денег у нас нет И мы пытаемся хитрым методом это получить Но тот человек, он почему это получил? Потому что он долго до этого работал Он не визуализировал ничего Он долго работал, прошлый раз работал Он позапрошлый уже сработал Долго трудился Тяжело трудился в употе лица Мы не хотим так трудиться Зачем нам этот пот, грязные руки? Мы хотим получить все сбоку Не получится Даже если мы сначала получим Потом придется отрабатывать 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 А потом начинается грустный период Грустный период Все это в России Я не хочу опять-таки никого огорчить Но визуализация это форма черной магии Просто форма черной магии Подождите По руке У нас такая традиция добрая По руке Да, вот вы трудились честно И вы чувствуете, что должно прийти И вы совершаете процесс Просто до построения плана Вы знаете, куда вы пойдете Где вы это возьмете Как вы это потратите Все это честно Это честно, здорово И то В жизни чудом Называется то Когда наш план осуществляется Мы говорили об этом Потому что вы все строили планы? Все Так ли часто они осуществляются? Нет И так, как мы говорили Планы не осуществляются Это абсолютно нормальная ситуация в жизни Так вот, когда план осуществился Это называется чудо Это называется чудо Поэтому Когда мы уже к этому подошли И у нас есть такие накопленные средства На протяжении этой жизни Или прошлой, неважно И мы к этому подошли Мы чувствуем, что план где-то рядом Строим этот план И у нас получается Поэтому Ага А почему в этом счастье нет? А потому что Что бы мы в этом мире не получили Оно все состоит из атомов Нет атома счастья Его просто нет С таблицей Менделеева Нет элемента счастья Все что угодно есть Все что угодно Видели? Все элементы Нет элемента под названием счастье Нет такого элемента Нет такого электрона Ничего нет Это просто атомы Атомы счастья не приносят Атомы приносят большие проблемы Большие проблемы Никак не счастье Никак не счастье К сожалению, большие проблемы Поэтому нас интересуют не атомы, вовсе не атомы, нас интересует нечто заатомарное, антиатомарное. Как мы выясняли, атомы находятся на уровне временности, они обязательно временные. Атомы находятся на уровне невежества, невозможно извлечь знание даже как это работает. И атомы не могут производить счастья, если этот элемент счастья в них отсутствует. Блаженства в них нет. Соответственно нас интересует антиматерия. Соответственно если мы разбираем антиматерию, то она должна быть вечна, обладать качеством вечности. Она должна обладать знанием, ее можно понять, ее можно понимать все глубже и глубже. И она должна нести себе элемент блаженства, счастья. Очень просто. Если к сожалению мы этого не видим, значит это просто обыкновенная пыль. Пыль. Просто пыль. Другая форма пыли. Пыль в форме компьютера. Никакого счастья вы от компьютера не получите. Пыль в форме телевизора. Смотрите сколько угодно. Большого счастья не будет. Пыль в форме чего-то другого. Просто пыль. Не более того. И в пыль превратиться. Поэтому помню, там из пыли произошло. В пыль все и уйдет. Просто форма пыли. Поэтому мы говорили, что счастье или элемент счастья находится на другом уровне. На уровне взаимоотношений. Поэтому мы и говорим о взаимоотношениях. Мы не говорим о каких-то методиках получения, алхимических методиков, но получения золота. Та же самая система визуализации. Все пытались получить золото из бронзы. Так сильно визуализировали. Пытались получить золото из бронзы. Можно визуализировать сколько угодно, но получите золото и что у вас за это золото убьют и все вот и весь результат тут же причем так только узнать что оно у вас есть тут же убьют на месте просто попробуйте чуть больше опечатку одеть на палец и вечером прогуляться все тут же убьют и все тут же даже не за кирпич за нечто более-менее что-то приличное какой смысл? поэтому веды концентрируют нас не на уровне получения еще одной груды песка или груды пыли а на уровне получения счастья в взаимоотношениях это уже возможно вот в взаимоотношениях мы уже чувствовали счастье мы уже реально ощущали что мы с этим человеком счастливы а здесь нам приятно тут нет то есть мы чувствуем уровень совсем другой уровень совсем другой явно есть что-то во взаимоотношениях явно что-то есть всякий случай мы все испытывали любовь и мы чувствовали что тут что-то есть явно нечто глубокое любовь к кирпичу кто-то испытывает Очень сомнительная любовь Очень подозрительная Есть и такая форма, конечно Но это уже извращение Поэтому сам принцип Что мы должны развить Наши более возвышенные формы Сознания Которые основаны на том Что мы реально себя ведем Определенным образом По отношению к другим живым существам Реально себя ведем По отношению к другим живым существам Это не так легко Это и так легко Можете сколько угодно Визуализировать свои хорошие отношения Но если уж они испортились Все не так просто Нужно Сразу действовать так Чтобы они не портились Иначе потом уже ничего не получится К сожалению Разобрались, понимаете? Поэтому Я говорю, что мы будем Немножечко в этом разбираться В этих тонкостях В этих аспектах Угу, все отрасли С украшиваем лекции Например Витхути, что такое витхути? Это пыль Это пыль Просто пыль Пыль Кто ее создал? Пыль Все пыль на этой земле Кто создал? Кто создал все пыль на этой земле? Например, если Парараб Берет деньги И вам привозит Целые грузовые пыли Это заслуживает Которого внимания? Как вы думаете? Я работал на стройке Мы посылали Парараба Он везет Он даже не пыль везет Он везет бетон Очень полезная вещь Привозит очень легко Через полчаса Еще просто легко Понимаете? На глазах абсолютно Берет деньги Едет на Как он называется? Уже забыл На завод На жабаи Загружает полную машину Бетона На ваших глазах Привозит обратно Абсолютно все на глазах Видно, как это происходит То же самое Никакой разницы Ведок говорится Чудо Это когда У человека У человека Появляется желание Стать святым Вот это чудо Все остальное Все остальное Можно сделать Любым другим способом Абсолютно без проблем Никакой разницы нет Можете хоть Десять тысяч тонн Пыли получить Бетона Получить песка Получить стекла Чего угодно Но это сердце Других людей не изменит Чудо не меняет Сердце других людей Я вам открою тайну Не меняет Иисус Христов Столько чудес совершил Люди просто крестятся И все Но не хотят Следовать за Иисусом Христом Не хотят Не хотят Просто называют себя Верующими Но следовать не хотят Не хотят Идти по его пути Поэтому то же самое И тут чудом Ничего не сделаешь Просто привлечется Множество людей Которые хотят Чудо Но не менять себя Но не менять себя Не более того Не более того Поэтому в Индии На каждом углу Есть такой волшебник Профессионалы То же самое Одни могут дать Другие могут забрать Никакой разницы Поэтому наша задача Не ловиться на чудо Наша задача Реально менять Своё сознание Поэтому обычно Если мы сталкиваемся С реальными изменениями Сознания Обычно Определляются Некоторые требования Посмотрите Даже мы возьмём Какие-то Движения Духовные движения Мы видим Что Несмотря на Огромное присутствие Всевозможных Волшебных проявлений Факт они присутствуют В каком-то Духовном явлении Все равно Есть жесточайшие Требования к поведению Не уби Не прелюбодействуй Пошло Пошло Целый слот Целый слот Но Есть один Очень важный Принцип Который Никогда не должен Нарушаться Человек никогда Не должен Приводить последователей К себя Никогда Человек всегда Должен быть Проводником Поэтому Если мы встречаемся С тем Что Кто-то Приводит последователей К себе И объявляет себя Конечно истинно Вот это Ведах Однозначно Объявляется Ловушка Это к сожалению Однозначно Ловушка Поэтому Человек должен Через себя Проводить Он должен быть Проводником Проводником К сожалению Это происходит Происходит Время Мы тут С этим Редко Сталкиваемся Но На востоке Это Сплошь Рядом На каждом углу То есть Абсолютно Не какая-то Новость Себе Он Например Себя Объявляет Абсолютно Истинно Что он Является Абсолютно Истиной Цепь Останавливается На нем Факт Я не знаю О чем Вы говорите Я говорю Сам принцип Объясняет Сам принцип И Понимая Этот принцип Вы сами Разберетесь О чем Вы там Говорите Что думаете Сам принцип Человек должен Быть Проводником Мат Проводником Мат Называется Парам Пара Когда Мы проводим Знания От своего Учителя Своим Ученикам Очень просто Так мы Действуем Всегда Мы получили Знания От кого-то И передаем Это знание Другим Вот это Называется Да Вот это Называется Развитие Когда мы Объявляем Что мы Являемся Оконечной Инстанции И мы Передаем Знания И сами Не обязаны Ни от кого Его получать Вот это Называется Ловушка Это Называется Ловушка И такое Сплошь Рядом Мы видим А сплошь Рядом Кто-то Себя Кем-то Объявляет Говорит Что он Такой Единственный И неповторимый Вот это Начинаются Проблемы Большие Ну что Ну получил Кто-то Кирпич Получил Кто-то Гору Мусора Какой Какой Результат Настоящий Результат Это Понять Истину Чтобы Понять Истину Необходимо Чтобы Была Связь Истинной Связь Истинной Обеспечивается Последователь Последовательной Связью С другими Учителями Называется Парампара Как мы уже Говорили Все Вы можете Сразу Расходиться И идти Домой Поэтому Всегда У человека Должен быть Учитель Он должен Вести К своему Учителю Тогда Вот эта Лестница Приведет К истине Поэтому Например Почему У нас Завтра Последавтра Не будет Лекции Знаете Потому что Я в Москву Приехал Мы учить И я всех Приглашаю На его Лекцию Она будет На Динамо В 5.30 Вечером В дня подряд Будет Лекция Вечером Как Адрес Скажите Правильно Адрес На Динамо Ленинградский Проспект Дом 39 Нужно Пройти Справа От торгового Комплекса Старт Справа От него Пройти Дальше За забором Будут Шатры Здания За забор Нужно Пройти И там Будет В большом Шатре Будет Лекция Два дня Завтра Послезавтра Поэтому Я не могу Проводить Лекции Когда Лекции В этом Горде Дает Мой учитель Поэтому Я всех Прошу Прийти На моего Учителя Если Вам Интересно Слушать Меня Пожалуйста Послушайте Того От кого Я все Это Получил Да Его зовут Индрадюмна С вами Индрадюмна С вами Это Очень Известный Учитель Поэтому Я думаю Что Будет Очень Важно Сходить И Встретиться Со Святым Человеком Важно Завтра Позавтра В 5.30 Ну я думаю Что Даже Если Вы Чуть Опоздаете Обычно Немножко Затягивается Чуть Поэтому Не бойтесь Чуть Опоздать Если Даже Опоздаете Будет С русским Переводом Конечно Все Будет С русским Переводом Когда Когда Не знаю Покажите На английском Сам Принцип Что Мы Не Должны К Себе Приводить Должны Вести К Источнику К Источнику Когда Мы Приводим К Себе Это Очень Грустно Становится Очень Грустно Это Называется Эгоизм Поэтому Есть Те Или Иные Формы Эгоизма И Иногда К сожалению В Эзотерике Тоже Встречаются Такие Формы Эгоизм Да И Вот Уже Знал И Еще Примерно Так Личности 25-30 Они Даже Все Записаны Есть Их Фамилия Имена Их История Все Очень Известные Личности Конечно Это Называется Аккредитация Если Вы Идете В Институт Вы Должны Спросить А Все Это Аккредитовый Институт Или Нет У Вас Есть Полномочия Что-то Передавать Поэтому Если Мы Идем В Какие-то Философские Направления Мы Должны Узнать Кто Ваш Учитель Кто Учитель Его Учителя И так Узнать Свою Эту Схему Поэтому Конечно Ж Вся Система Описана Причем Очень Хорошо Описана С История Известна Факт Вы Можете Полностью Прочитать Есть На русском Издание Которое Называется Бхагавадгита В начале Этой книги Рассказывается О Цепи Учителей И Приведены Все имена Все фамилии Как От кого Идет Знание Аккредитация Аккредитация Дается Поэтому Можно Сколько угодно Учиться В неаккредитованном Институте К сожалению Экзамены Сдать Не получится Поэтому Конечно Нужно Всегда Проверять Аккредитацию Это Не является Какой-то Такой Какой-то глупости Или чем-то Такого Из разряда Скромности Нет Мы должны Всегда Проверять Аккредитацию Нормально Абсолютно Нормально Никакой Проблем Угу Еще Краски Изобрались Сегодня Мы Третий Стих Да Нужно Начаться Третий Стих Трактата Шриеши Панишат На Санскрите Звучит Так Сейчас Прочитаем Асурья Намо Те Лока Антхена Тамаха Вритаха Тамсте Пратья Пхигачханти Еки Чатма Хано Джанаха Буквально Это переводится Так Убийца Души Кем Бо Он Нибул Уготованы Планеты Известные Как Миры Безверия Погруженные В темноту И невежество О чем мы Должны Сегодня Поговорить Сознание Человека Концептуально Отличается От сознания Животного Есть Есть концептуальные Отличия Но почему-то Все думают Что оно Отличается Объемом Памяти Умением Ездить На велосипеде Или играть В попер На деньги Какими-то Глупостями Нет Не совсем Так Более Развитое Сознание Отличается Своей Способностью Чувствовать Больше Ответственности Более Развитое Сознание Обладает Своей Способностью Чувствовать Больше Ответственности Вот в этом Концептуальной Идеи Поэтому Развитие Сознания Происходит Через Принятие Большей Ответственности Все Настолько Просто Что Этого Никто Не хочет Даже Замечать Посмотрите Человек Может Обладать Достаточно Серьезным Образованием Но Зачастую Он Курит Выпивает Не может Сохранить Свою Семью О чем Это Говорит Говорит О том Что Современная Форма Образования Зачестую Не прививает Не развивает Сознание Не развивает Более высокие Формы Ответственности Информация Дается А реального Развития Сознания Нет Ответственности Больше не становится. Не появляется ответственность перед собой, не появляется ответственность перед окружающими, а значит мы не наблюдаем развитие сознания. То есть вроде бы информации больше, а сознание это где? Ну и что, что кто-то что-то больше может? Птица может больше видеть, рыба глубже плавает, там кенгуру выше скачет. Ну и что, что что-то больше? Ну и что, что у нас больше информации? Ну и что? Не факт, что это приносит какую-то пользу. То, чем мы действительно отличаемся, это широтой своей ответственности. Насколько мы способны брать ответственность исследователей? Фактически все человеческое население этой планеты, даже скажем так вселенной, делится на две концептуальные категории. Вы должны их знать. Человек, который осознает свои обязанности, следует им и развивает их, старается их исполнять, называют термином Сура. Сура, почти как наше имя Сура. 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 Тот, кто следует своим обязанностям. Что переводится буквально, если на наш язык перевести, как праведник. Хороший человек. Поэтому он стремится к истине, и путь его называют светлым или солнечным. Правильнее даже солнечным, если переводить. Солнечным. Того же, кто пренебрегает всеми видами обязанностей, кто просто ничего не хочет об этом знать, старается избегать каких-то сложностей в этом направлении. Такого называют с приставкой НЕ. А, Сура. А это НЕ, мы уже выяснили. А, Сура. Или буквально, если просто сказать, грешный человек. Грешник. Нехороший человек. И его путь это путь невежества, или путь темноты, так же описывается. И сейчас эта тема стала настолько очевидной, что писатели писают книги, режиссеры снимают фильмы о противостоянии светлого и темного. То есть, это очень всем нравится. Светлый, темный. Мало кто понимает, что это такое, но всем очень нравится. Эта тематика. И в ведах дается интересный сценарий нашей жизни. Описывается интересный сценарий. Материальный мир сравнивается с бушующим океаном. Бушует океан. А человеческое тело с прочной лодкой. Наше тело сравнивается с лодкой. Мир-океан, наше тело-лодка, которая причем специально предназначена, чтобы душа смогла пересечь этот океан материального существования. А учителя, ведические трактаты, святые люди, они сравниваются с опытными лодочниками, которые способны направить наш путь по правильному курсу, показать координаты. Поэтому они спасают жизнь пассажира, так как очень опытны в этом искусстве. А наши способности сравниваются с попутным ветром. С попутным ветром, который помогает нашей лодке доплыть до пункта назначения. Видите, наши способности очень важны. Очень важны. Это попутный ветер. Не просто так. И они состоят из позитивных качеств, которыми мы обладаем. Но не всегда хотим их использовать и развивать. Вот в чем проблема. Не всегда хотим их использовать и развивать. Иногда просто банально ленимся. Постоление у всех развивается. Одним словом, у нас есть шанс. У всех есть шанс. Это очень позитивная мысль. У нас этот шанс у всех есть. Факт. Но, если несмотря на представленные возможности, на этот шанс, мы не посвящаем свою жизнь саморазвитию, самоосознанию, вот это называется в фаскрытии очень интересным явлением. Буквально термин такой следует запомнить. Атма-ха. Атма это душа. От этого слова атом. Атма. Атма. Аха буквально переводится как убийца. Как это переводится? Убийца души. Убийца души. Атма-ха. Убийца души. Есть махатма, мы знаем, тот, кто рождает души, скажем так, дает путь душам. А это Атма-ха. Убийца души. Интересно. О убийцах души обычно не говорят. Про махата много всего сказано, а мы про Атма-ха поговорим. Очень интересно. Мы к ним ближе. До махата мы далеки, к Атма-ха мы ближе. И поэтому эта трактация, еще панишат, недвусмысленно нас предупреждает, что убийцу души придется испытать множество проблем. Так как это убийство. Это убийство. Как и любое убийство. Убийство души тоже убийство. Но мы не можем убить, мы можем убить не только свою душу, скажем так, но мы можем убить и душу тех, кто от нас зависит, кто нас окружает, вот чем проблема. То есть мы не так безобидны, как там кажется. Соответственно, если мы способствуем или поощряем низменное поведение других, тем, кто находится в нашем круге влияния, мы несем такую же ответственность, как и за убийство, вот чем я делаю. Такую же ответственность. То есть мы должны как-то вмешаться. Если кто-то, он кончает жизнь самоубийством, нужно что-то делать. Потом разберем, что сначала нужно остановить убийство. Поэтому если мы видим, как кто-то совершает абсолютно негативное поведение, мы должны что-то с этим сделать. Это не так просто. Очень трудно. Но как часто мы слышим или сами говорим такие, например, слова, как «Зачем тебе это надо?» «Хватит ерундой заниматься». «Тебе промывают мозги». «Лучше займись настоящим делом». Слышны такое? Интересно. Очень интересно, да. Поэтому надо сто раз подумать, прежде чем говорить другим такие слова. Сто раз подумать. Почему? Таким поведением мы можем убить энтузиазм к развитию. можем убить энтузиазм к развитию. Причем этот энтузиазм появляется не так часто. Энтузиазм к развитию у человека появляется один раз на 100 тысяч жизней, описывается видом. Очень редкое желание. Посмотрите. Где этот энтузиазм? Вы эти предложите кому-нибудь что-нибудь духовное. Все скажут одно и то же. Что скажут? Времени нет скажут. Да. Времени нет скажут. Времени нет. Вы что, смотришь ли? Дева. Времени нет. Этот энтузиазм очень редкое явление. Вот этот энтузиазм. И когда мы в ком-то убиваем энтузиазм к развитию, это называется убийством души. Это называется убийством души. Такое интересное явление. Потому что душа теряет эту возможность еще, может быть, на Бог знает, сколько жизни вперед. То есть, во времени даже это не измеряется. Поэтому энтузиазм это подарок, и его нужно уметь принять. Конечно, мы не всегда его используем в нужном направлении. Но если человеку повезет, и он сделает пару шагов на этом пути, он уже никогда не захочет возвращаться в состояние вот этой беспросветности и безысходности. Он уже не захочется. Соответственно, мы не хотим быть убийцами, да? Я надеюсь, кто не хочет. Есть другое поведение противоположное убийству. Оно называется благословлением. Мы должны стать благословляющими. Благословляющими. Дающими благо. Благословляющими. Или благодающими. Ну, как угодно. У нас даже на эту тему слова куда-то деваются из русского языка. Уже и непонятно, как это называть. Уже настолько редкое явление, что уходит. Я даже не знаю, как это назвать. Если кто-то мне слово более-менее наподберет, я буду даже благодарен. Даже слово-то уходит такое. Непонятно, как называется. Благословательное немножко не то. Вот трудно даже подобрать. Настолько редкое явление. Кто это такие? Кто такие благословляющие? Это те, кому не жалко слов удачи, теплоты своего сердца для других. Те, кому не жалко. То есть, что такое благословение? Сейчас я объясню. Благословение это когда кто-то не завидуя нам желает удачи в нашем деле. Когда кто-то нам не завидуя желает нам удачи. Кто-то нам не завидуя желает нам удачи. Это называется благословение. Очень трудно благословлять. Очень трудно благословлять. Очень трудно. Очень трудно. Благословлять очень трудно. Потому что зависть такая к сожалению явление, которое съедает все. Сегодня я был на лекции своего учителя утром, он рассказывал историю, рассказывал историю про то, как однажды один человек покорил привидение, поймал привидение, покорил его, и привидение иногда может исполнять желание, на востоке это практикуется, тоже как форма черной магии, он покорил привидение, он попросил привидение исполнить ряд желаний, привидение согласилось, но есть одно условие, такое привидение хитрая. Что, какое бы желание ты у меня не попросил, что бы ты у меня не попросил, твой сосед получит два раза больше. Он попросил в сундук чего-то одного, обрадовал, что в сундук пролетел. Но посмотрел к соседу, у него два сундука пролетело. Подумал, так. Он попросил еще чего-то, город чего-то, посмотрел у соседа в два раза больше, того попросил всего. Целый день просил, но вечером пришел к соседу и просто с ума не сошел. У него всего гораздо больше. Ночью он побежал к этому привидению в лес и сказал, последняя просьба, вырви мне один глаз. Привидение вырвало ему один глаз. Он довольный прибежал домой, посмотрел у соседа, у него два глаза вырвано. Грустные истории. Грустные. Очень трудно быть богословляющим. То есть не завидуя живать удачей. Не завидуя живать удачей. Зачем? Наших собственных усилий иногда не хватает. Не хватает, чтобы завершить задуманное дело. Но богословение, богословение это помощь извне, которая позволяет нам выйти за пределы наших возможностей. Богословение. Это та помощь извне, которая позволяет нам выйти за пределы наших возможностей. Как будто мы стоим у привавка с магазином и нам не хватает денег на какую-то покупку. И вдруг вас замечает ваш друг и дает вам денег намного больше, чем сказать это вещи. То есть мы выходим за пределы своих возможностей. И от хорошего богословения наши возможности могут увеличиться не только в два раза, описывается редко, но и в 10 раз, и в 100 раз. В зависимости от того, насколько мало зависти у того человека, который богословляет. В зависимости от этого. Причем сам богословляющий тоже ничего не лишается. Тоже ничего не лишается. Более того, он получает встречное богословение, которое называется благодарностью. Благодарностью. Встречное богословение, которое называется благодарностью. Что такое благодарность? Очень интересные даются сравнения. Благодарность сравнивается с медом в материальной жизни, где все соленое, горькое и острое. Благодарность это мед. Мед в этой жизни, где все очень соленое, горькое и острое. Мы видим туда много всего соленого, много горького и острого. Факт. А благодарность это мед. Это что-то необычное. Поэтому можете посмотреть на улицу у всех такие лица. Как будто они только съели соленого, немножко горького и острого. Попробуйте сесть и посмотрите, какое будет лицо. Вот оно примерно такое же у всех, на улицу можно посмотреть. Чего нет в этом мире, вы заметили? Очень мало чего благодарности. Очень мало благодарности. То есть соль, пожалуйста, перец, пожалуйста, горечь, пожалуйста, сахар, сахар, сладкого нет, меда нет. Благодарности нет. Поэтому благодарность это то, что делает наши отношения с сахарными. Благодарность то, что делает наши отношения медовыми. То, что делает их действительно вкусными. Факт. Поэтому в восточной кухне так много сладких блюд. Все же знают восточные сладости. Кто знает восточные соления? Ну это уже вот. Да, уже вот. То есть одно, два. А сладости сколько? О, сразу, о. Сейчас будем перечислять. Сладости все знают. Но солености поменьше знают. Там есть и солености. Почему нет? Всего много. Но сладости так популярны. Ну если действительно, а кулинария должна хоть чем-то возмещать это. Хоть чем-то возмещать. Если мы... Сейчас одну вещь расскажу интересную. Если мы едим много сладкого, а благодарности ко всем окружающим не проявляем. Какая приходит болезнь? Сахарный диабет. Потому что мы сахар получаем, а сладости не делимся. А благодарность другим не проявляем. Поэтому перенакапливаются, начинаются проблемы. Это психологический коварент. Простой психологический коварент. И, соответственно, метод лечения теперь всем понятен. Очень простой метод лечения. Нужно испытывать благодарности. Как можно больше давать ей эту благодарность. То есть, а вспомнить все, что для нас сделали и не сделали, и всех поблагодарить. То есть, жизни иногда не хватит, чтобы... Ну, хотя бы за то, что уже до нас сделали, поблагодарить. Очень интересно. И природа создала нам, мы же заметили, более комфортные условия для существования, чем для животных. Да? Почему? Человеческое тело наиболее ценно. А, ценно, извините. Человеческое тело наиболее ценно. И, фактически, наша душа находится в вип-теле. Супер-теле. Это вип-тело. Вип-тело. Необычное тело. К чему же нам такие почести? Почему нам предоставили такое вип-тело? Потому что на нас возложены и серьезные обязанности. Вип-персона. Почему такой вип? Почему так все за ним ухаживают, чтобы он отдыхал? Потому что на нем груз обязанностей висит. Соответственно, если мы не берем на себя обязанности в этой жизни, чего мы лишаемся? Да, вот этих вип-полномочий. Лишаемся. Начинаются такие проблемы. Поэтому наши обязанности идти по пути развития и вести за собой других. Не просто размножаться или добывать продукты, пропитание. Нет. То есть мы находимся буквально, говорится, в теле для джентльменов. Это тело предназначено для нечто более высокого. И мы должны себя вести соответствующим образом. Если же мы ведем себя не по-джентльменски, соответственно, нас переведут в зал ожиданий другого типа. Мы уже будем не в вип-зале проживать эту жизнь, немножко в другой, но попроще. Поэтому там уже можно будет себя вести как угодно. Там уже все так себя ведут, не все страшно. Но современная цивилизация, зная это, зачастую превращается в цивилизацию убийц. Цивилизацию убийц. Мы не только, так сказать, убиваем друг друга в бесчисленных войнах, которые даже не относят религиозный характер. Мы не только убиваем своих детей, как мы выясняли, даже не узнав их пола, совершаем столько абортов. Мы превращаемся в цивилизацию, убивающую душу. Вот то, с чего мы начали. Происходит убийство души. Это значит, что приоритет отдается, как мы выясняли, экономическому развитию, а не духовному. Приоритет экономическому развитию, а не духовному. И за дня в день мы пытаемся решать проблемы нашего существования. Но на место одной решенной проблемы приходят две нерешенные. Мы также это выясняли. Есть такая прогрессия. Одну проблему решаем, две новые появляются. Фактически материальный способ решения проблем только увеличивает их вдвое. Что интересно. Мы одну проблему решаем, вдвое увеличивается. Но сто проблем решаем, все больше появляется. Поэтому из-за всех сил мы пытаемся все довести до каких-то серьезнейших проблем. Фактически до катастроф. Что описывается в этом стихии. То есть, по законам кармы, если человек не выполняет возложенные на него обязанности, он попадает в очень тяжелые условия существования. Они ухудшаются. То есть, когда мы перестаем исполнять обязанности, условия жизни ухудшаются. Ухудшаются. Мы требуем только права. Права. Заметели? Все требуют права. Права. Мои права. Мои права. Но слово обязанности вообще как-то пропало. Исчезло. Мы должны требовать обязанности. Объясните мне мои обязанности. Расскажите мне моих обязанностей. Что я должен делать. Как я должен это делать. Каким образом я должен это делать. Объясните мне. Никто никому не исполняет обязанности. Все требуют права. Мы пытаемся построить правовое государство. Сумасшедшая абсолютно система. Мы должны построить обязательное государство. Где все знают свои обязанности. Не правовое. Правовое это государство все друг от друга требуют. Но никто не хочет исполнять свои обязанности. Это сумасшедшее. Но когда все исполняют свои обязанности. Государство становится каким? Приложим. Потому что каждый имеет право что-то получить. Когда все исполняют свои обязанности. Мы уже это разбирали. Все очень просто. Очень простая идея. Но нет такого понимания. И вот эта вот жизнь в этих адских условиях называется ассурья жизни. Ассурья жизни. Когда условия становятся все хуже и хуже. Ассурья жизни. Ужасные условия жизни. Просто то что человек не хочет следовать своим обязанностям. И духовное развитие не только останавливает материальные проблемы. Не только их останавливает. Выводя деятельность человека за границы кармы. Как мы выясняли. Она также останавливает появление новых. Мы выясняли. Что материальное решение увеличивает еще в два раза проблемы. Но духовное развитие останавливает появление новых проблем. Так как сам корень искореняет глупого поведения человека. Сам корень искореняет Просто корень И фактически мы состоим из одного поведения Мы это уже сегодня вырисовали Мы даже не представляем Насколько мы состоим из одного поведения Фактически одно поведение Не более того Если удалить пространство Из всех атомов нашего тела То останется Так мало материи Что через угольное ушко можно будет пролезть Дайте это Мы пшик Ну ничего Если все пространство удалить То что останется в угольное ушко пролезть Можете в современном учебнике это прочитать Я лично прочитал Очень интересно То есть мы не представляем Насколько мы иллюзорны Сами по себе Насколько мы иллюзорны Мы состоим из отношений Потому что реально у нас есть это отношение У нас даже материи то нет Мы ничем не обладаем Даже сами мы достаточно подожрительно устроены Но отношения Вот это реальность Очень интересная реальность Мы ничтожно малы Но наше поведение Может привести либо к великой победе Либо к великому поражению Мы можем творить великие дела Мы можем причинять великое горе Несмотря на то что мы очень маленькие Знаете очень маленький комар Может вас укусить Но вы заболеете большой малярией И будете очень долго лечиться Очень тяжело Поэтому мы тоже Может быть очень маленькие Но можем кому-то испортить жизнь Знаете очень маленький вахтер Он сидит на вахте Но может испортить вам жизнь Очень сильно Да? Хорт Ну очень маленький сосед Может испортить вам жизнь Ну очень маленький какой-то человек Легко Но также маленький человек Может совершить большое дело Огромное дело Так интересно И духовное развитие затрагивает не только эту жизнь человека, но и переходит на следующую. Не только эту жизнь затрагивает, но и переходит на следующую. В Бхагавадгите, которую мы также затрагиваем. Бхагавадгита это расширение вот этого трактата, который мы сейчас изучаем. Наш трактат называется Шри Иши Панишат, который мы сейчас изучаем. А Бхагавадгита еще называется Гитапанишат. Гитапанишат, то есть совершенный Панишат, очень интересно. Поэтому это следующий трактат, который нас будет интересовать. И в нем утверждается недвусмысленно, что человек, который вступил на путь самоосознания, который занялся своим развитием, но несмотря на свои искренние старания, не смог ничего достичь, не останавливает своего развития, он получает возможность в следующей жизни, тут объясняется закон реинкарнации, родиться либо в семье, которая называется Шучи, либо в семье, которая называется Шримата. Два типа семьи нас могут ожидать. Вот кто теперь тем родится в сознании? Так как вы тут все сидите, я надеюсь, вы все занимаетесь наукой самоосознания, а иначе вы бы не смогли тут сидеть. Обычно, если человек не занимается этой наукой, он не может больше пяти минут слушать то, что я рассказывал. Сразу предупреждаю, он просто плохо становится. Потому что очень сложно слушать о науке самоосознания. Вы замечали, что процессы идут? Процессы идут. Есть какие-то процессы? Идут процессы. Это так, достаточно серьезно. Слушать нужно, напрягаться за все силы, или даже иногда больно бывает. Потому что эти процессы, ну любые процессы выздоровления всегда немножко болезнен. Всегда немножко болезнен, поэтому даже какая-то боль может присутствовать. Но, если человек встал на этот путь, он попадает в эти две схемы в следующей жизни, в одну или другую семью, или шучи, или шремата. Слово шучи указывает на духовно возвышенного человека. Человек рождается в семье духовно возвышенных личностей. Кстати, вы уже рождаетесь в семье учителей. Вы просто сын или дочь великого учителя. Просто уже у него родились. Сейчас трудно найти учителя. Заметили? Трудно найти, трудно принять. Трудно, чтобы он вообще согласился воспринять. И трудно все это достаться. А вы прямо в зале родились. Прям в зале родились. И он говорит, у-у-у-у, с самого детства. Ха-ха-ха-ха. Я со своим учителем вижусь там полтора часа в год. Два часа в год. Он все время ездит, я все время езжу. С каким-то чудом мы иногда встречаемся. Это несколько часов в год буквально. Я учился у него уже сколько лет? Пятнадцать лет учился. Да, лично я здесь встречаюсь. Просто учеба происходит двумя методами. Первый метод это личное общение. А второй метод это следование рекомендаций. Как вы думаете, какой метод важнее? Рекомендации, конечно. Можно как угодно строить красивое лицо при общении с учителем напрямую. Но по-настоящему это то, как человек живет. Следует ли он оставлением своего учителя в жизни или нет? Вот это вот настоящее обучение. Поэтому в духовном развитии все просто. Учителя можем видеть редко, но следуем ли мы тому, что он говорит? Например, от мало кто видел Иисуса Христа, лично. Из ныне присутствующих здесь. Да? Я надеюсь. Ну, в этой точке не видели, да? Но хочется же следовать наставлениям Иисуса Христа. Хочется. У него идеальные наставления очень хорошие. Если мы им следуем этим наставлениям, кем мы становимся учениками? Иисус. Если мы следуем наставлениям Будды, кем мы становимся? Буддистам. Очень просто. Все очень просто. Чем мы наставлениям следуем, тем мы и становимся. Очень просто. Никакой проблемы нет. Очень все просто. Поэтому появляется эта возможность не просто на по несколько часов в год встречаться. Появляется возможность провести всю жизнь вместе. Например, у моего учителя есть сын. Ну, сын. Поэтому с ним проводится время. Поэтому это очень редкая возможность быть так близко к какому-то учителю. И мы получаем такую возможность. Если даже пару шагов всего сделали в этой жизни. Даже всего пару шагов сделали. Так как это важно. Или у нас появляется возможность родиться в семье Шеймата. Шеймата переводится как очень богатый человек. Тоже интересно, да? Вы рождаетесь сразу. Нет никакой проблемы вообще с какими-то жизненными неприятностями. Их просто нет. Просто их нет. Просто вот это надо. Вот, пожалуйста. Вот это. Просто вы уже выбираете, что вам надо, и все. А проблем со впечатлением нет. Это очень помогает дизне. Это очень помогает дизне. Факт. Можно просто решать, что нам надо, а что нет. Вот такие две возможности. Нет, это мы вот как раз заработали. Мы сейчас это заработали. Понимаешь? Поэтому если человек идет по духовному пути, он зарабатывает рождение в этих двух категориях семей. Получает это рождение. Факт. Очень интересно. Необычный. Так интересно. То есть будут все возможности. Смотрите, подумайте сами. Если даже тому, кто бросает свой путь, мы сейчас говорили о том, а кто бросает свой путь и получает такие возможности дальше. Если даже тому, кто бросает свой путь развития, даются такие возможности, то трудно себе представить, что получает человек, который достигает успеха. И не бросает свой путь. Даже трудно себе представить. Даже не можем себе представить. Поэтому даже за одно усилие отдаются такие результаты. Даже просто за одно желание отдаются такие результаты. Гарантируются хорошие результаты. Все это чувствуют. Волт Дисней в своей молодости, в своем детстве был ребенком, и он до смерти замучил сову однажды. Так получилось. Дети, у них бывает такое, приступы. Какой-то такой, особенно у мальчиков. Да, бывает такое. Такие приступы могут кого-то помучить. К сожалению, проявляется такое. Поэтому однажды замучил сову. И с тех пор он принял решение. Кто знает какое. Оживлять животных. И поэтому он стал создавать мультфильм. Все его мультфильмы, это его расплата за то, что он замучил одну сову. Поэтому все его животные в его мультфильмах, они все живые. Очень живые. Вы заметили, какие они живые? Он пытался за одну сову расплатить всю свою жизнь. За одну сову. Очень интересная расплата. Очень интересная. На самом деле невозможно, конечно, это окупить. Но человек старался всю жизнь. Как мог старался. Пытался это сделать. Потому что он понял, что в реальности уже ничего не сделаешь. Поэтому всю свою жизнь он посвятил, чтобы показать другим, что они живые. Они живые. Он постарался это показать. А если человек принимает ошибку, она не прощается или не прощается? Она прощается до тех пор, пока он помнит эту ошибку и не совершает больше таких ошибок. Только в этом случае. А не так, чтобы человек понял, и ему простилось, и он идет, и опять делает, что хочет. Тут индульгенция, так сказать, не получится. Система индульгенции очень веселая. Вот, к сожалению, по логике человек не живет. Посмотрите, сколько всего глупого мы сделали, и второй раз на те же грабли наступаем. Что, никто ни разу на те же грабли не наступал? Ну, сколько угодно. Сколько угодно. В этом, к сожалению, есть даже такая некоторая наша такая супецифика. Мы любим попробовать несколько раз. Знаете, вот, человек дергает дверь на себя и дергает. Бур-бур-бур-бур. Пока другой не подходит, так от себя, от себя, господи. От себя, ну так вы сразу и сказали. Я вот много раз это видел. Видели так? Ну, это очень интересно. Ручка может оторваться. Так иногда до смешного доходит. У нас есть это некоторая упёртость, дойти до конца, к сожалению. Но совершает глупости. Поэтому, логично, конечно же, было бы один раз наступить на грабли, больше не наступать. Конечно же, очень логично, но мы не логичны. Вот нам хочется разбить лог иногда. Хочется разбить. Это просто с первого раза не получилось. Просто я неправильно наступил. Надо было мягче наступать. Тогда бы она приятно почесала мне лог. То есть, мы пытаемся это делать, но... Знаете, как человек думает, он первый раз женился, думает, ну, второй раз это точно правильно получится. Я уже всё, у меня уже опыт есть. Второй раз это точно. И абсолютно то же самое получается. Вот даже человек попадается абсолютно копия. Вот прямо коп, один в один. Даже глазам человек иногда не верит. Приходит ко мне в ужасе, на консультацию, говорит, вы не поверите. На лицо другое, на жизнь другое, на то другое. Но в семье абсолютно копия вообще, абсолютно то же самое вообще, то же самое. Так просто не получится, к сожалению. Всё было бы, конечно, всё очень легко и просто, если бы мы учились сразу. Ну, то есть, поэтому, к сожалению, иногда придётся долго наступать, 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 наступать всё. Кто? Ну, мы говорим, что логика не работает. Ну, вот почему мы говорим? Что да, она не работает, нет её. Её нет. Поэтому мы другими идеями пользуемся. Итак, какие формы убийства души мы можем наблюдать? Первая форма называется научно обоснованная развязанность. Научно обоснованная развязанность. Вообще, этот семинар, он призван развеять некоторые иллюзии. Вы заметили, да? Поэтому я буду их развеивать, по ходу дела. Поэтому сразу подпруждаю на меня не обязаться. Потому что я абсолютно без всякой корысти пытаюсь дать просто другую точку зрения на то, что происходит в этом мире. Потому что реклама сейчас эзотерическая, очень, так сказать, весёлая и немножечко ввела нас в неправильное понимание духовного развития. Поэтому я хочу немножечко развеять некоторые рекламные эзотерические трюки и поговорить об этих явлениях, которые сейчас у нас происходят. Те, кто выживут, через всё это пройдут. Я вам гарантирую, что вы по-настоящему абсолютно трезво будете воспринимать мир. Вы будете абсолютно трезво воспринимать то, что происходит. Поэтому просто постарайтесь меня послушать, не убирайте всё близко к сердцу. Современная психология утверждает, что сдерживать свои желания, свои эмоции, свои чувства очень вредно для здоровья. Ты это слышал? Вот сейчас мы об этом поговорим. Они могут накопиться, говорят они, и привести к эмоциональному срыву. Поэтому надо стать простым и не заботиться о том, культурно мы себя ведём или нет. Главное, излить свои чувства. Сейчас мы об этом поговорим. Но послушайте, до сих пор как-то всё-таки принято не ходить в туалет, где попало. Это очень грубо, может быть, я говорю. Но как-то всё-таки вот принято, да? Как-то есть такая традиция не изливать свои чувства, где попало. Как-то есть такая традиция. Хорошо, говорят нам, если изливать свои чувства открыто опасно и некрасиво, давайте выплеснем их другим способом. Например, через материальный объект вроде листа гнева или чучева директора. На крайний случай нужно пнуть стул. То есть как-то нужно. Не на живой объект, а на какой-то материальный. Ну, когда нас никто не видит, как-нибудь их куда-нибудь извлечь. Например, я немного знаком с японской системой менеджмента. Я живу там немножко рядом с Японией. И в начале 80-х был бум японской психологической системы, японского менеджмента. Помните, все об этом говорили, японское чудо. Кто-то помнит. И она стала, кто помнит, за счёт чего знаменитой? За счёт того, что на японских заводах устанавливались куклы, которые были точными копиями директоров и главных управляющих этим предприятием. И рабочий в любое время мог взять палку и пойти отдубасить точную копию своего директора или менеджера. В любое время. И избить данное число, чтобы дать выход своему эмоциональному перспективу и недовольству. Однако, дорогие мои специалисты психологии и эзотерики, хоть кто-нибудь из вас слышал о положительных результатах данной методики? Об этой методике слышали все. А о положительных результатах кто-нибудь слышал? Нет. Знаете почему? Не было никаких положительных результатов. Их не было. Более того, повысилось в Японии число самоубийств. Вообще всех. Всех повысилось. Я даже про директоров вообще молчу. Вот, знаете, так очень приятно на душе, когда вы выходите, видите, как вашу фотографию тыкают ножом, бьют по лицу кулаком. Так сказать, выясняют свои отношения. Не с вами, а с вашей фотографией. Даже если просто... Даже если мы просто свое слово услышим, мимо кого-то будем проходить, уже будут кошки на сердце скрипся, чего они там обо мне разговаривают. А мне правду не говорят. Факт. Очень интересное явление. Очень интересное. Его не было. Не было. Однако, якобы специалисты, как бы специалисты, до сих пор приводят этот пример, как одну из проверенных методик психологической разгрузки. Не было никакой разгрузки. Не было. К сожалению, боюсь, что данная методика только спровоцировала ухудшение ситуации с психическими здоровыми в Японии. Что же думают об этом специалисты? Обратимся к специалистам. Об этом мало кто знает. Американские современные исследования показывают, что вымещение гнева на неодушевленных объектах приводит не к смягчению стресса, как раз наоборот. Как раз наоборот. Такое поведение вовсе не приводит к успокоенности или к уравновешенности. Стресс как был, так и остается в сознании человека, но принимает более агрессивную форму. Человек учится выходить через агрессию и стресса. Надо бы тебе кого-то побить. Но сейчас это манекен, сейчас это листок гнева, а потом и за морду можно взяться за чью-то. Все это же должно развиваться. Должно быть какое-то развитие. Правильно? Так же просто тот человек не остановится. Очень интересно. И выплескивая таким образом свой гнев, человек начинает понимать, что настоящий-то источник раздражения остался в недосягаемости, а он-то ему-то нормально. Это чуть его плохо. А ему-то нормально. Понимаете? И поэтому он что-то начинает раздражаться еще сильнее. Еще сильнее он начинает раздражаться. И так как человеку плюс еще внушили, что должно его успокоить, а успокоение не наступает, то этот стресс обостряется еще и досадой. Такой досадный стресс. Очень тяжелое явление. Очень тяжелое явление. Опытным путем было однозначно доказано, что наименьший стресс испытывают те люди, которые стараются подавлять свои негативные и позитивные эмоции. И негативные, и позитивные эмоции. Сейчас мы подойдем к этому. Когда это необходимо? То есть кто это такой вообще? Это культурный человек называется. Вообще называется культурный человек. Кроме того, как выяснили ученые, такие люди более приспособлены к настройке на сознание собеседника. Они легко подстраиваются. Они могут и негативного человека слушать, потому что могут с собой справиться. И слишком позитивного тоже могут с собой справиться. Ему легко подстроиться. Соответственно, он более общительный. Почему мы вообще об этом стали говорить? Потому что в ведических трактатах и в Шри Еши Панишат в том числе дается подобная рекомендация. Подобная рекомендация, которая заключается в том, и вам ее напомню, мы ее уже проходили, в том, чтобы стараться слишком не радоваться, когда приходят удачи, и слишком не огорчаться, когда приходят неприятности. Это рекомендуют веды. Видите, как интересно. И именно это делает нашу психику стабильной, именно это делает наша психику уравновешенной. Именно это. Ничто другое. И таких тонкостей множество. Таких тонкостей множество. Вот на эту тему сейчас мне вопрос задать. Какие возникли? Мы говорили, чтобы уметь контролировать свои негативные эмоции, нужно сначала тренироваться на позитивных. Потому что с позитивными легче. Потому что легче не радоваться, когда очень хорошо. Знаете, как-то вот не принято дико смеяться в обществе. Да, вы заметили? Как-то не принято. А хочется иногда. Ну, не принято. Ихи-хи. Надо тихонечко. Не принято ржать. Да, очень весело. Но культурный человек, он контролирует свои позитивные эмоции. Он радостно улыбается. Сдерживается. Это принцип. Это принцип культуры. Потому что это делает нас стабильнее. Если мы не слишком радуемся, когда хорошо, соответственно, у нас появляется сила не слишком огорчаться, когда плохо. И так мы не сдерживаем, а контролируем. Не сдерживаем, а контролируем свои эмоции. В этом идее. Не сдерживаем, а контролируем. Вот такой рецепт. Мы его проходили. Вопросы. Не, мысли мы не выключаем. Мы просто не проявляем. Это слишком ярко. Чтобы не проявлять, нужно просто не проявлять. Это культура называется. Неважно, что происходит у человека в сознании, если он культурен, он не слишком радуется, когда очень хорошо, не слишком огорчается, когда очень плохо. А внутри все, что угодно может быть. Но это сделает его стабильным. А внешне мы связаны со внутренним. И это соответственно она ведет порядок и внутри. Это даст силу, чтобы также внутри все понять. Я же объясню. Вы что, контроль? Контроль это аскеза. Аскеза дает силу. Если вы контролируете себя внешне, вы совершаете аскезу, получаете силу, чтобы контролировать себя внутри. Попробуйте. Нам хоть какое знание дай, когда действительно что-то происходит, нам не до знания. Мы испытываем реальные подавляющие чувства. Какая нам разница, почему это произошло? Какая нам разница, почему нас бросили? Какая нам разница, просто бросили. Какая нам разница, почему? Это меньше всего нас уже волнует. У вас горит дом. Какая разница, почему он горит? Он горит. Почему это потом будем разбираться? И так никто и не узнает, почему. Очень трудно установить, почему все произошло. Почему вас горит? Ну-ка спросите, почему? Почему он все что-то делает? Мы уже говорили про это. Почему? Очень сложные вещи. Поэтому да, оно там почему-то произошло. Я знаю, почему я всем могу сказать. По законам кармы оно произошло. Можете сразу не волноваться. Ну и что это нас успокоит? Представьте, что вы сейчас приходите домой, и ваш муж вам говорит, я тебя бросаю по законам кармы, до свидания. Скажите, вот и доучились. А вы-то скажете, по законам кармы сейчас тебя пролетит в стул. Понимаете? По абсолютно тем же законам кармы. Скорее всего, ножками вперед будет лететь. Понимаете? Потому что законы кармы суровы. нам все равно почему. Нам важно использовать любую ситуацию для собственного развития. Вот и все. А почему, может, никогда не узнаем почему. да, механически сначала идет механика всегда. К сожалению, сначала механика. Никогда вы не можете сначала встать на свободное поведение. Всегда сначала механика. Культура – это механика. Мы должны терпеть. Терпеть эта механика, но это делает нас сильными и духовно. Поэтому сначала механика, потом спонтанность. Никогда сначала не идет спонтанность. Никогда. Вот я объясню. Я музыкант. Я долго учился играть на фортепиано. И спонтанность у меня появилась на седьмом году обучения поверками. Вот я мог спокойно, с закрытыми глазами, без света играть все, что угодно. Абсолютно спонтанно. Свистать, читать, импровизировать, как угодно. Вам это знакомо. У каждого какое-то свое искусство есть. Но сначала что? Гаммы, гаммы. С рассвета до заката. Гаммы, гаммы, гаммы. Если вы у нас, ну, соседи, ну, ребенка, который играет гаммы, вам это знакомо. Гаммы. С рассвета до заката. Много лет. Так же и культура. Это много лет с рассвета до заката нужно себя вести правильно. И потом появляется спонтанность, естественность. Естественно, на основе понимания, конечно же, глубины культуры. Поэтому, вы правы, необходимо, конечно же, и философски в этом развиваться. Да, но сначала нужно действовать, как робот. К сожалению. Потому что не всегда мы способны находить объяснение всему, что происходит. Немножко. Вот, насколько можете. Насколько можете. Иногда вообще ничего не понятно. Вот за что? Знаете, вот такое появляется. Вот за что? Вот вроде бы, я все, а мне за что? Я им все, а мне за что? Поэтому иногда настолько обидно, что чем больше будешь копаться, тем еще и называется аффект. А в аффекте лучше крайность не искать. А то, как найдем кого-нибудь крайнего, будут большие проблемы. Поэтому принцип, это, знаете, вести себя правильно, это правильное поведение, даст силы, чтобы это перетерпеть. Соответственно, даст силы, чтобы потом это осмыслить. И потом лет через семь примерно мы поймем, к чему это все произошло. И скажем так, действительно к лучшему-то. Вспомните то, что семь лет назад происходило. А тогда волосы, может быть, рвали на себе. За что? За что? А оказывается, все к лучшему. А сначала это невозможно понять. А может, ну действительно к лучшему? Поэтому, да, мы можем сколько угодно говорить о философии, но если это действительно радость или действительно проблема, аффект сначала не спрашивает. То есть мозги буквально отключаются. Ну вот, ну большинство. Может у кого-то не отключаются, я понимаю, то есть всегда есть, конечно, исключения. Такие холодные чекисты, у которых никогда мозги не отключаются. Есть такие люди, да, у них абсолютно холодное сознание. Они в любой ситуации абсолютно холодные. Что бы ни происходило. Но у рядового человека аффект наступает. То есть ему все равно, почему это произошло, он просто вот, ему это не нравится. Да? Главное, чтобы там сидит, на ям было. А то в брюкхе этом нет. Поэтому вот мы потом и разберемся, видите? Но сначала-то нужно что? Нужно, если вам швабра в лоб пролетела, не сматериться. Вот достаточно будет. Понимаете? Потом посмотрим, что она сначала прилетела. Какая там причина, вам в лоб швабры прилетела? И вы что, идете слушать причину? Нет. Вы сначала говорите, какое-нибудь слово. Культурное или не культурное? В зависимости от того, насколько сильно прилетела швабра. Да. Факт. Поэтому первое, что мы должны сделать, это сдержаться. И вот когда мы сдержались, вот тогда у нас появляется сила, чтобы пойти и разобраться. Но если мы не сдержались, ух, все. Действие аннулировано. Уже даже если мы разобрались, то какой смысл? Что мы уже совершили некультурный поступок. Уже все нас посмотрели и сказали, да, ну ничего себе. Паренек. Девушка. Ну, так интересно. Иногда так страшно. Идешь по улице прямо. Какой-нибудь человек идет, очень такой культурный, влупит для тебя, образованный. Как чем-нибудь выкинуть? Выкинуть. Глазам не веришь. Или сейчас театры. Меня так пугают театры. Я не знаю. Я вот раньше всегда, я посещал, я каждую неделю два-три театра посещал. Я очень любил театр. Всю свою юность я провел в театре. Очень любил. Меня так засватывал, все это поглощало. Действительно. Живая игра, это игра. Но сейчас я боюсь идти в театр. Знаете почему? Там такое могут показать. Ну, я не говорю, что сказать прямо. Я говорю, показать. Уже сказать ладно, я уже молчу. Показать. Это все закончилось еще в моем выпускном классе, когда учился в школе. Наша классная руководитель, мы повела на всех на мускомедию, на какую-то премьеру. Это сказать, чтобы повысить наш уровень. И мы ушли после первого антракта. Он нас всех собрал, сказал, все, пошли. Это смотреть просто невозможно. То есть уже тогда это все началось не заканчиваться. Я перестал посвящать данные заведения. Ибо страшно стало. То есть учат уже не сдерживаться. Просто учат не сдерживаться. То есть культура начинает учить не сдерживанию. А это однозначно уже без культуры. Без культуры. Культура должна учить сдерживаться. Культура должна учить сдерживаться. В этом задача культуры сдерживаться. Сдерживаться. Поэтому если мы культурные люди, мы будем сдерживать все. Что бы у нас не возникало, мы это будем сдерживать. Не подавлять полностью на 100%. Сдерживаться. Ну, сдерживаться. Это называется культура. Это дает нам силу. Это значит, что мы постоянно находимся в культурной стиле. Это дает постоянный приток скил, а значит мы постоянно можем решать свои поставленные задачи, идти по своему пути развития. Что дальше что? Пример какой-то приводите. Через 7 лет придет озарение. Тогда мы видим к чему все это шло, называется озарение. Когда мы видим, что на самом деле это действительно было к лучшему, а мы не могли в это поверить, то к нам приходит озарение. На следующее утро можно понять, если легкая ситуация. Но если сложная, иногда 7 лет надо. То есть 7 лет это такой стабильный кризисный период, чтобы осознать что-то. Меняется наше сознание, мы поднимаемся в следующий уровень развития и мы начинаем понимать то, что было на предыдущем. Это я так. Есть разные временные периоды. Мы говорим о нашем ближайшем окружении. А нужно уметь. Нам же оно на то и дано, чтобы мы как-то принимали. Мы же можем им еду приготовить. Можем? И они это съедят? Когда они это съедят? В каком случае? Если мы это как приготовим? Вкусно. Может мы им невкусно объясняем? Если даже вы невкусно приготовите, они это есть не будут. Самые любимые люди будут плевать и говорить, чем ты меня кормишь. И выкинуть это в окошко. Но когда мы что-то объясняем, то же самое иногда происходит. Говорят, что ты мне тут объясняешь? Какая-то ерунда. Может мы просто сладко забыли положить или солью, или все чего-то. Может наше блюдо оно полуфабрикат? Поэтому это тоже искусство передавать, знаю. Вот к этому мы, кстати, мучаемся постоянно. Поэтому правильно заметили. Блюдо будет скушенное, если оно вкусно приготовлено. Поэтому если ваши родные и близкие не скушали, то что вы им постарались от всего сердца предложить, ну может у них уже от этого не сварение. Может другую форму поискать. Ну подождите, пока человек проголодается. Факт. И есть такой способ. Поэтому мы говорили, что в кулинарии опытная хозяйка должна знать, что нельзя кормить сытых родственников. Они перестанут ценить хозяйку. Всегда родственники должны быть немножко голодными. Потому что им тогда все будет казаться очень вкусным. Если их кормить сытыми, им будет казаться, что все не очень вкусно. Потому что ведь сытым это не очень вкусно. И они перестанут ценить хозяйку и начнут кушать что-нибудь на стороне. Их прикормит кто-нибудь со стороны. Поэтому опытная хозяйка, она всегда оттягивает обед или ужин до той поры, когда все уже немножечко начнут сынами захлебываться. Такую паузу. Некоторую паузу нужно выдержать. Когда слишком сытые, это опасно. Поэтому, да, тоже нужно выдержать некоторую паузу. Уметь. А не каждый день по 6 часов норовоучения. Конечно. Потому что иногда, например, дети так устают от этого процесса постоянного обучения за 11-12 лет, что их нужно лет 10 вообще не трогать. А родители так и продолжают их по накатанной каждый день. А он уже другой, он уже вырос. И там уже сколько всего этого всего за 12 лет накопилось, этого процесса обучения, что нужно просто чтобы его лет 5-10 не трогали вообще. Просто не трогали, отстали от него. И вот ему нужно свою швабру, своей шваброй нужно колбу получить. своей. Моя швабра хочу получаю, мне нравится. Он назло будет себе обувь включать. Мне нравится. И потом, да, если мы вытерпим это время, он все равно будет к нам обращаться. Но если мы будем продолжать свои усилия, то это перекармливание. Куда? Нельзя перекармливаться. Разобрались. Мы узнали время на 16-18 число. Это будет с 14 до 16. С 2 до 4. С 14 до 16. Это с 16 до 17. Поэтому завтра-послезавтра мы отдыхаем. Я приглашаю всех на лекции моего учителя на Динамо в 5.30. Там я тоже буду. Поэтому, если что, меня встретите. Я вам что-то там объясню, если что-то будет непонятно. Затем у нас будет с 16 до 17. Суббота и воскресенье. Это с 2 до 4. И потом будет 18-19. Да? 18-19. Это будет поделик вторник в 6.45. Да? Так же. И затем я уеду за своим учителем дальше. Немножко с ним поеду и вернусь сюда. В районе 30-го числа я вернусь. И мы уже всем разошлем объявление или позвоним по поводу того, где все будет дальше продолжаться. Да? Разобрались? Да. Вот я вернусь и начнется уже рассылка объявлений. Уже будет понятно, где и что будет происходить. Затем мы поработаем немножечко до 20-го октября. Да? Да. И 21-го я улету в Индию на 2 недели. 4-го ноября я вернусь. И мы опять начнем плотно работать. К примеру, вот такой планчик. Ваша задача дать мне свой электронный адрес, где хотите, берите мне все равно, потому что мне очень легко, оцените мое время, мне очень легко вам вышлить объявление по электронной почте. Потому что иначе мне приходится обзванивать 500 человек. И не мне причем обзванивать. Это очень трудоемкая работа. Этот человек сидит с 7 утра до 11 вечера и обзванивает 500 человек. На это уходит 5 рабочих дней. Это очень тяжелая работа. Поэтому если вы дадите электронный адрес, то очень просто получите на свой почтовый ящик объявление, где все будет происходить. Чем облегчите жизнь всем, другим людям, это очень благотворно для нашей кармы. Облегчать другим жизнь. Поэтому, пожалуйста, как-то договоритесь с кем-то, или сами научитесь пользоваться данными явлениями. Но если нет, то хотя бы дайте свой домашний телефон. Потому что нам звонить очень трудно на сотовый. С этим всегда какая-то проблема с сотовыми телефонами. Человек или в метро, или еще где-то, дозвониться, это целая проблема. На сайте, конечно, будет объявление. Поэтому те, кто имеют выход на сайт, выходите, всегда там все выкладывайте. Но не забывайте нажимать кнопочку «Обновить». Да, есть такая кнопочка «Обновить». Потому что иногда в вашем компьютере охранится не тот сайт, который сейчас в интернете, а хранится его копия на вашем жестком диске. И показывает эту копию. Понимаете? Поэтому там есть кнопочка «Рефреш». «Обновить», «Освежить». Ее нужно обязательно нажимать время от времени. Потому что вы можете смотреть объявление, которое местно жарко было повешено, и думать, что так и есть на самом деле. То есть многие на это попадаются. Это некоторая хитрость. Волшебная кнопка. Я вас научил магии интернет. Потому что информация меняется часто. Если вы заметили, в ближайшие три дня информация менялась в два раза. Да, поэтому, к сожалению, такой мир, так интересно устроен. К сожалению, предыдущее место не выдержало данной нагрузки. Такое часто происходит. У меня был один город, в котором я читал мой семинар из семи лекций. И каждый день приходилось менять зал. То есть нам зал сдавали, отменяли тут же после лекции. Мы в следующий зал переходили, его опять отменяли. И так мы сменили всем зал. То есть людям иногда трудно, к сожалению, слушать то, о чем мы говорим. Поэтому это говорит о вашем величии. Вы все велики. Можете слушать такие сложные вещи. Выше читаете, считаете. К сожалению, секта обозначает узость мышления. Как вы заметили, узость мышления мы не славимся. У нас другая проблема. У нас широта. Широта тоже пугает. Высота. Представьте, что вы забрались на сороковой этаж какой-нибудь небоскреба. Вы не сможете посмотреть? Вот только смельчаки. Смогут лист посмотреть? Все, голова кружится. Даже человек боится подойти. Очень страшно за ним смотреться. Тут то же самое происходит иногда с неподготовленным человеком, когда он слышит подобную высокую информацию. У него тоже появляется, что это, некоторая такая эмоция страха, к сожалению. Но ничего не поделаешь. Хорошо. Спасибо большое, что смогли сегодня нас найти. В субботу и воскресенье мы встретимся. Надеюсь, что когда-то отработает время, я вас увижу на Динамо. Слушайте, смех. А вы уже не будете как-то умолять? Я именно туда еду. Вода доедут, да? Именно там я буду. А именно там я буду читать фиксы. А там научитель будет сочетать. Продолжение следует...